всем огромный привет моим подписчикам тем кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада представить вас на своем канале сегодня мое видео будет про косметику коры я уже рассказывал вам в первой части о косметике для лица тех продуктов которые мне очень сильно понравились которые я вам от всей души совет если вы не видели это видео то ссылка будет сверху а сегодня у нас будет вторая часть как я и говорила будет часть про косметику коры для тела и для волос поэтому не буду долго затягивать если вам интересна косметика коры или в общем вам интересна российская косметика тем более российская оптичная косметика то оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра пожалуй начать мне хотелось с весеннего фаворита этот продукт уже был видео о фаворитах если вы Если вы не смотрели видео о моих весенних фаворитах, то ссылка также будет сверху прикреплена. Этот продукт был самым моим любимым за всю весну из уходовых продуктов для тела. Это сливки для тела, ультравлажнение с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Производитель нам обещает мгновенный пролонгированный эффект увлажнения, также улучшение эластичности кожи и антиоксидантную защиту. Что я могу сказать? Во-первых, да, это действительно мой самый любимый продукт. Обожаете сливки для тела? Во-первых, прежде всего, потому что они действительно сразу же дарят комфорт и увлажненность кожи. Кроме того, они прекрасно борются с раздражениями на коже, с раздражением после эпиляции, с покраснениями, каким-то успокаивают кожу. Несмотря на то, что они действительно очень хорошо увлажняют и питают кожу, они очень легкие и очень хорошо впитываются, и вы практически сразу можете одеться. Они очень экономят время, выходят за собой по утрам, то есть можно после душа с утра использовать. Также данный продукт имеет хороший состав, добавлено очень много масел, также здесь действительно есть киалуроновая кислота и депантенол, поэтому если у вас, как и у меня, сухая раздраженная кожа тела, то очень вам советую, эти сливки вам действительно должны понравиться. Следующий продукт для тела это крем антицеллюлит Форте. Данный крем можно использовать как ежедневный антицеллюлитный уход, также для обертываний, и он также позиционируется как уход за сухой чувствительной кожей тела. Действительно, он хорошо увлажняет кожу, то есть, в общем-то, по своим увлажняющим свойствам, он практически не уступает вот этим сливкам для тела. Я думаю, что у них какая-то вот такая увлажняющая основа все-таки одна. Но что касается этого крема, он не жжется, он не охлаждает кожу, что мне очень понравилось, потому что можно его использовать действительно и днем, и вечером. Кроме того, что мне еще нравится, я не использовала как именно обертывание этот крем, я использовала исключительно как уход. Мне нравится, что он также очень хорошо впитывается, у него нет никакого ядреного запаха. Как я уже сказала, нет какого-то такого ярко выраженного действия, поэтому можно использовать утром, спокойно идти на работу. Кроме того, здесь содержится много очень полезных именно в борьбе с целлюлитом ингредиентов, таких как кофеин, водоросли, эфирные масла и всевозможные экстракты. И все это помогает нам бороться с нашими, скажем так, недостатками. Что я могу сказать от себя именно вот по действию? Он очень хорошо работает на упругость кожи, то есть, естественно, он вас не похудит на 10 килограмм, это, в общем-то, ежику понятно, но самое главное, что он дает, он очень хорошо ухаживает за кожей, он помогает ее подтянуть. Поэтому в комплексе с какими-то упражнениями, или если вы ходите в спортивный зал, и в комплексе с массажем, также вы можете с помощью этого крема сделать и массаж. Он не так, скажем так, в принципе, он не как вот там, допустим, сухие масла или что-то в этом роде. То есть, в принципе, пока вы размазываете, вы можете спокойно сделать с помощью этого крема все-таки и массаж тоже. Я вам настоятельно советую это делать. И в комплексе с массажем, в комплексе со спортивными какими-то мероприятиями, физической активностью, в комплексе с правильным питанием, все это даст вам эффект, и это именно как такой очень хороший вспомогательный продукт. Я вам советую. Следующий продукт также для тела, это лосьон для замедления роста волос. То есть, он, по мнению производителя, решает проблему роста нежелательных волос, и рекомендуется после любого вида эпиляции. Так сказать, немного раскрою карты. Я использую воск и сахар для вот этой вот приятной процедуры избавления от нежелательных волос на теле. И, собственно, в связи с этим для меня действительно стоит острый вопрос, насколько быстро у меня отрастают новые вот эти волосы. И мне этот продукт понравился, и он действительно работает, потому что волосы становятся намного слабее, и реально через какое-то время чувствуешь, что они растут медленнее, они растут более слабо, и также этот продукт уменьшает раздражение непосредственно после эпиляции, что мне очень нравится. И как я почувствовала, что помимо этого он еще немного помогает бороться с вросшими волосами, с каким-то вот именно раздражением, потому что очень часто именно из-за раздражения, из-за каких-то вот таких корочек, которые образуются по итогу эпиляции, потом на этом месте врастают волосы. Мне этот продукт очень понравился. Здесь также очень хороший объем, 100 мл. Я использую практически каждый день на все зоны, собственно, которые мне необходимы. И мне очень нравится этот продукт, он очень экономичный. На одну зону хватает одного нажатия спрея. Более того, еще хотелось бы отметить, что здесь два колпачка, поэтому если вы потеряете вот этот большой, у вас есть еще один колпачок. Вот сама консистенция, так скажем, этого продукта, то есть это как водичка такая, то есть она не липкая после себя, ни липкости, ни как чего-то еще не оставляет вообще никак. Так, не, скажем так, не оставляет никакого финиша после себя. По цвету она слегка желтоватая, как я это заметила уже по упаковке, а когда вы наносите, просто прозрачная, как водичка. В общем-то, этот продукт я точно советую вам попробовать, то есть именно тот продукт, который меня реально поразил, заинтересовал и реально работает. Поэтому всем девчонкам, которые, в общем-то, всем, всем девчонкам я советую. Последний продукт на сегодня это крем-маска для укрепления и роста волос. С этой маской, к сожалению, у нас не сложилось. Я объясню почему. Во-первых, она на глиняной основе, и также здесь есть еще и грязь. То есть маска с очень хорошим составом, здесь много масел всевозможных, здесь много экстрактов, и действительно состав обалденный. Но за счет того, что она именно такая тяжелая, глиняно-грязевая, у меня она из волос вообще никак не хочет вымываться. Даже если я использую эту маску, а после этого я пройдусь своим каким-нибудь мягким шампунем, который не содержит сульфатов, она, к сожалению, не вымывается. Никаким образом она у меня из волос не вымывается, поэтому я, в общем-то, практически ее не успела протестировать. Мне некомфортно, когда у меня на волосах вот эта маска остается, потому что мне волосы не уложились, мне как-то волосы все грязные, слипшиеся, они у меня, естественно, голова чешутся. Мне некомфортно, мне не нравится, поэтому я практически не пользовалась этой маской. Что касается объема, здесь 300 мл, это огромная такая банка бадья. Мне безумно жаль, что не получилось у нас ничего с этой маской, и, честно говоря, я сейчас не знаю. Если кто-то из вас тестировал эту маску, обязательно пишите мне в отзывах. Возможно, действительно, я попробую использовать на даче, где-нибудь в бане, где меня никто не видит, и где меня не будут раздражать мои грязные волосы. Или как-то еще, может быть, приспособиться к этой маске. Но пока на данный момент я реально не знаю, оставить ли ее себе, отдать ее кому-то. И вот мне бы хотелось, если кто-то из вас понимает, что это за маска, может как-то мне посоветовать, как к ней приспособиться, и каких результатов я достигну, стоит этого или не стоит. И это все на сегодня. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм и в Перископ. Там я тоже есть и активно веду свои странички. Что касается никнейма, мы тут выяснили, что мой никнейм многие пишут неправильно, поэтому не могут меня найти. Пишется Ванила с тремя Л и без пробела Мария. Никаких пробелов и три Л. Запомните, пожалуйста, и пишите правильно, тогда вы сразу найдете все мои социальные сети, все мои странички, Перископ и все остальное. Что касается темы видео, обязательно пишите в комментариях, кто из вас что пробовал из косметики Кора, что вам понравилось, что вы советуете попробовать мне. Обязательно пишите мне про маску, если кто-то из вас пробовал. Я это все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok